Валерия Золотухина 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 что мы искали форму, в какой форме лучше проводить фестиваль. Поэтому первый фестиваль у нас был такой показ спектаклей, а второй, ну, я имею в виду в таком формате, в парадном, чисто парадном, да? И мы делали больше упор на мастер-классы, их было очень много на всякий вкус и цвет и так далее. Второй фестиваль, мы уже решили, что он у нас будет конкурсный, и он у нас таким и состоялся. Ну, мне кажется, что все здорово. Очень жалко, что все закончилось, что эти дни пролетели очень быстро. Правда, как один миг они пролетели. И на закрытии фестиваля, когда я говорила всем нашим гостям, как жаль, что мы расстаемся, но как хорошо, что мы подружились. И какое счастье, что у нас есть в дальнейшем наше общение, наша дружба. Очень много предложений по поводу обменных гастролей. Очень много предложений, чтобы мы свои спектакли выдвигали на другие фестивали, и на «Золотую маску» в том числе. В общем, очень приятное общение, и очень такое общение, которое пригодится тебе надолго-надолго. 11 было театров представлено. Получается, география практически со всей стороны. То есть от Дальнего Востока до нашей родины Москвы, так сказать. Кто стал главным победителем, давайте напомним. Ну, ясно, что те, кто следят за театральной жизнью, об этом уже знают. Ну и все-таки. Да, 27 сентября было торжественное закрытие фестиваля. И мы закрывались спектаклем. Пригласили из Москвы театр «Рамт». Они показали великолепный спектакль «Лёлия Минька» по пьесе Зощенко. Зрители были в восторге. Это настоящий такой хороший финал, роскошный. И потом, после спектакля, было награждение. Вместо девяти номинаций сделали 11. Потому что, на самом деле, очень достойные были коллективы представлены. Очень замечательные спектакли. Актеры прекрасные. И даже та форма, как мы заявляли, что помимо классики и притчи, и так далее, и так далее, будет ещё вербатим, он совершенно всех покорил. И даже члены жюри спорили, а возможно ли это назвать вербатимом. В двух словах что такое вербатим? Ну, вербатим – это такая форма, когда, допустим, там, собирают рассказы соседей, людей и так далее. И вот это документальное, скажем такое, описание документальное, но с некоторой художественной формой преподносят уже на сцену, на суд зрителей. Это Кемеровский театр, привёз рассказы о своих отцах, да? Поэтому вот как-то было вот это очень интересно, что и жанры были разные. Ну и очень радостно, что гран-при фестиваля завоевал молодёжный театр Алтая со спектаклем «Вишнёвый сад». Очень дана высокая оценка этому спектаклю и режиссуре. Лучшим режиссёром стал Сергей Афанасьев, как раз постановщик этого спектакля. Его спектакль был «Ревизор» в качестве гостя. Мы открывали фестиваль этим спектаклем. Ну, высокая оценка была дана нашим жюри. Жюри достаточно, я посмотрел по фамилиям, то есть очень представительное жюри. Так, скажем так, их оценка многое значит в театральной жизни, да? Да, на самом деле у нас было очень представительное жюри. Это профессионалы своего дела. И я хочу сказать, что не каждому фестивалю посчастливится пригласить именно такой состав жюри. Они все были разные, у них было у всех разное мнение, что было тоже очень интересно. Это не любопытно, да, был какой-то спор, то есть обсуждение, да? Обязательно, обязательно был спор, почему и стало 11 номинаций вместо 9, потому что им хотелось. Вот, но я скажу честно, я не участвовала в этих обсуждениях, имея в виду, вот уже когда члены жюри оставались наедине. Ну, во-первых, это неэтично, коль я принимающая сторона, да, и мы представляем свой спектакль, но это не совсем было бы корректно и верно. Ну, а то, что ваш спектакль победила, для вас было неожиданностью? Или все-таки вы знали, что достаточно сильная работа? Вот мы надеялись, мы надеялись, потому что, честно хочу сказать, вот эта работа, этот спектакль, он высокого уровня. И оценка зрителей, которые приходили на премьеру этого спектакля, и у нас были приезжие тоже люди еще до этого, до фестиваля, которые давали высокую оценку, у которых есть возможность сравнить с кем-либо, и когда-либо поставлены Вишневый сад и другие спектакли и так далее. Поэтому, ну, я надеялась, ну, то, что гран-при, это вообще, конечно, здорово, но я надеялась, что в любом случае номинация у нас будет, потому что и роль Лопахина великолепная, это лучшая мужская роль, наш Александр Савин завоевал в этой номинации, стал победителем. И роль Раневской, да, и роль Раневской, Галина Николаевна Чумакова, наша актриса замечательная, великолепная. Вот, но мне бы не хотелось все говорить о нашем театре, потому что другие тогда на меня обидятся. Вот, я хочу сказать большое спасибо драматическому театру нашему, они тоже великолепную работу показали. И они тоже победили, да? Да, у них тоже несколько номинаций, побед, я очень рада за наших коллег. А вы свой вишневый сад не хотите показать действительно где-то в Москве? Ну, вот после того, как сейчас жюри такого представительного оценила его? Хотим. Хотим. Ну, нужны средства, естественно. Ну, ну, все нужно. Ну, самое главное было бы желание. А вы, наверное, заметили, что желание у нас есть. И все, что мы планируем, все, о чем мы мечтаем, мы это как-то всегда выполняем и даем жизнь нашим мечтам и надеждам. В общем, они как-то так сбываются. Мы стараемся. А это самое главное. Вот. Ну, а финансирование, ну, посмотрим, что и как будет. И, кстати, насчет финансирования я отдельные слова благодарности хочу сказать Министерству культуры Российской Федерации. Все-таки они поверили в вас и в нас. Они поверили, да. И когда прошел первый фестиваль, деньги были небольшие, очень небольшие, скажем так. Но после того, как они все равно увидели и прочитали рецензии и так далее, и когда приехал Мединский, министр культуры, пообщался, посмотрел, как мы можем работать, на каком высоком уровне, и уже совершенно была другая сумма. Ну, и, конечно, реальная помощь, отдельные слова благодарности от администрации Алтайского края и лично губернатору Александру Богдановичу Карлину. Это на самом деле тот случай, когда не просто на словах, а на деле нам помогают. И все члены жюри и представители театров, с которыми мы уже так более плотно общались, они все отметили, что именно руководство нашего края очень отличается от других в хорошем смысле этого слова. И такие объекты культуры, которые есть у нас, и та помощь, которая есть нам, и то внимание, которое есть, это дорогого стоит. Поэтому отдельное спасибо, конечно, руководству Алтайского края. — А может, какой-то спектакль вам понравился больше всего? Любопытно, а вот ваше мнение. Ну, теперь уже гости разъехались, можно сказать. — Ой, вы знаете, вот много понравилось. Ну, конечно, Вишню Высад, что говорите, он родной, милый, свой, укращение строптивое, то же самое. Меня поразил спектакль Архангельского молодежного театра «Пираньи. Дневник 12-летнего подростка». Вот вы знаете, совершенно, я правда не ожидала, в какой форме был спектакль, как здорово работали актеры, здорово просто работали. Прям профессионалы. Режиссерски все отстроено, выстроено. Ну, в общем, меня покорило. — Хотя пьеса очень молодого, мальчика, можно сказать, юноши. — Да, да, да. И, наверное, тем более приятно, когда вот не ожидаешь и такое получаешь. А это тоже дорогого стоит. — Ирина Владимировна, большое спасибо Вам за беседу. Ждем третьего Всероссийского театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. Вам удачи, до новых встреч. — Спасибо. — Спасибо Вам большое, спасибо. — Я напоминаю, что на Вас в гостях был директор молодежного театра «Алтая» Ирина Владимировна Лысковец. Спасибо за внимание, до встречи.